ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Вот насчет, когда вы сказали про крещенные, я вспомнил одно из интервью, за границей вы давали, в Киеве, и вы, рассказывая своим другим, и Ване Хлобыстине, как мне показалось, с долей сарказма, если иронии, может быть, сарказма, сказали про его поход в батюшки, когда он стал у нас... А что я сказал? Я же знаю про этот поход. Ну, как-то неодобрительно. То есть вы считаете, что... Я неодобрительно сказал. Я, наверное, сказал, что Ваня мне написал пьесу. Я сказал, что у него был 21 год духовных исканий, и вот он мне, вот он 21 год назад пьесу одну написал, потом 21 год духовных исканий, и вторую написал, да. Ну, потому что вы знаете о Хлобыстине, как не знает его никто. Вообще-то никто из журналистов точно. Он кум мой, он кум мой. Мы родственники практически. Это все был пиар, или это были искренние движения души? Я думаю, искренние движения души. Я не то же полагаю, я знаю, что это искренние движения души. Вам не мешает в общении с ним тот факт, что он по позиционированию является, ну, то, что вы, Светлоликий, называете ватником? Ну, мне не мешает, но он же художественный ватник. А это немножко вот здесь определение, что такое художественный и не художественный ватник. Ну, вот этот самый, вот МХАТ имени Горького, там они ватники не художественные. Так. Несмотря на то, что имени Горького. А Ваня художественный. Угу. Это я так считаю, это мое мнение. Я понял, да. Мне именно ваше мнение и цены в сегодняшней беседе.